Арда с треховым видео представляет фильм производства UFO Global Media. Это одно из самых загадочных мест на планете. Независимое государство, находящееся в пределах одного города. Ватикан. Веками он оказывал большее влияние на мировую историю, чем какая-либо другая страна. Как могло самое маленькое государство в мире обрести такую власть? Тайны. Тайны, которые скрываются за этими самыми стенами. Это место загадочно по многим причинам. Оно хранит массу секретов и не желает открывать их людям. Здесь разворачиваются события книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Но пытаются ли темные силы разрушить церковь, как об этом пишет Дэн Браун? Я думаю, что в то время тайные общества активно развивались и возникли они как реакция на наличие грозной силы, которой была католическая церковь. Возможно ли, чтобы древняя секта возродилась, проникла в Ватикан и убила Папу Римского? История известна случая убийства Папу. Возможно ли, чтобы это тайное общество планировало захватить мировое господство? Одной из целей всех тайных обществ является управлять народными массами, делать их рабами. Безвольными, послушными, полезными, легко устраняемыми лабораторными животными. Содержит ли банкнота в один доллар символ нового мирового порядка? Здесь изображен новый мировой порядок, но большинство людей не подозревают об этом. Одному человеку предстоит найти ответы на эти и многие другие вопросы, которые поднимает в своей пугающей книге Дэн Браун. Саймон Кокс, на виду с другими известными экспертами, готовы рассказать нам, что в романе является истиной, что вымыслом и что нам еще предстоит открыть. Ангелы и демоны Рим. Некогда властитель западного мира. Сегодня этот город является культурным, руководящим центром Италии и одновременно местом действия романа-бестселлера Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Рим — это удивительное место, он не похож ни на один другой город. Это город откровения в том смысле, что на каждом шагу ты обнаруживаешь что-то новое. Это похоже на полимсест, рукопись, написанную поверх уже имеющегося текста, который был счищен, а этот последний, в свою очередь, был написан поверх другого счищенного текста. Получается, что под ним слоем находится другой и таков город Рим, бесконечный и непостижимый. Современные здания находятся на месте древнеримского строения, а оно было воздвигнуто над более ранним постройкой. На каждом шагу вас ждет новое открытие. Но не только древние здания, скрыты под улицами Рима. По имеющимся сведениям, в этом городе, где был убит цезарь, где Константин способствовал укреплению позиций христианства, некогда существовало зловещее тайное общество, иллюминатии, просвещенные. В книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны» поднимаются жизненно важные вопросы. Существуют ли они и по сей день? И если да, то кто они? В центральной линии романа «Ангелы и демоны» является тема тайного общества иллюминатии. Существовало ли оно на самом деле? И если да, то как давно? Существует ли оно и по-менее? Эти вопросы задает нам Дэн Браун и пытается дать на них ответ. Он говорит «да». Общество существует и сегодня. И оно так же влиятельно, как и было когда-то. Историк Саймон Кокс посвятил себя изучению прошлого. Сейчас он занимается исследованием теорий, лежащих в основе загадок Дэна Брауна. В своей последней книге «Проливая свет на ангелов и демонов», Кокс оказывается на тропе иллюминатии, подобно герою Дэна Брауна, и по понятной причине. В этой книге речь идет о тайных обществах, о христианстве, о том, как складывались в веках его взаимоотношения с нами, людьми. Через весь роман проходит мысль о том, что церкви угрожает тайная сила, сила знания, просвещения. В романе «Тайное общество», известное под названием «Иллюминати», задается целью разрушить Ватикан и изменить ход истории. Писатель и специалист по теории заговоров Джим Марс считают эту угрозу реальностью. Конечной целью иллюминатов является мировое господство. Они детально разрабатывают план достижения своей цели. Они хотят заниматься воспитанием юношества и приобщать его к своему образу мысли, хотят уничтожить доверие не только к политической системе, но и к религии. На самом деле, истина немногим отличается от художественного вымысла, представленного Дэном Брауном в романе. Как показывают мои исследования, общество действительно существовало. Было несколько разновидностей иллюминати. Например, самостоятельные братства иллюминатов возникли во Франции и Испании. История показывает, что на протяжении веков несколько обществ брали себе это имя. В Испании их преследовало, сжигало и сажало накол католическая церковь в ходе дознаний, проводимых инквизицией. На этом загадки не заканчиваются. Это отдельные братства, они не связаны между собой. Слово «иллюминати» или «просвещенный» или «тех, кто видят свет» — вполне типичное обозначение для различных братств, которые стремятся к просвещению. Я считаю, у нас нет достаточных доказательств того, что некое единое братство, единое тайное общество просуществовало со времен Древнего Египта до наших дней. В то же время у нас имеются неопровержимые сведения, что орден, называющий себя «иллюминати», который, возможно, дожил до наших дней, зародился в 70-е годы 18 века в Баварии. Предположительно, тайный орден «иллюминати» был основан весной 1776 года Адамом Вайсхауптом, воспитанником иезуитов. Девон Джексон — журналист, занимающийся исследованием некоторых из наиболее важных на сегодняшний день изданий. Он считает, что имя Вайсхаупт не случайно. Джексон предполагает, что оно было вывышенным и служило частью секретного кода, который использовался по всей Европе. И это было началом борьбы научной элиты против правительств, которые финансировали церковь. Более того, Джексон считает, что орден «иллюминати» мог появиться задолго до того, как Адам Вайсхаупт предложил это название. Но вопрос состоит в следующем. Почему возникла подобная борьба? Орден «иллюминати» возник где-то во времена Галилеи. Вследствие стремлений ученых делать более глубокие исследования и проверять имеющиеся знания. Это произошло во времена расцвета науки, когда она практически вышла из-под контроля власти католической церкви. И этот процесс продолжался вплоть до 18 и 19 веков. Ученые проводили все новые исследования, стремясь понять, как устроены и как функционируют природа и Вселенная. Им было необходимо выяснить все это. Я считаю, что в более ранние века церковь, возможно, выступала против развития науки, так как она боялась противоречия между догматами веры и научным знанием. Прав ли Дэн Браун? Существуют ли иллюминати в наше время? Пытаются ли они уничтожить мировые правительства? В ходе своего исследования Саймон Кокс приходит в мысль, что ответ кроется в самом названии книги Дэна Брауна. Это название может подвести нас непосредственно к иллюминати. Я думаю, что книга «Ангелы и демоны» названа так, потому что в ней имеет место исследование идеи света и тьмы, дуалистическое исследование. Я не уверен, кто в книге представляет ангелов, церковь или науку, ведь книга как раз о противостоянии церкви и науки. С другой стороны, мы имеем демонов, но что выступает в качестве демонов, церковь или наука? Ответа нет. По-моему, это очень удачное название. Название «Ангелы и демоны» очень удачно отражает дуализм книги, а также тему «Ангелов», заключенную в линии романа, связанной с работами Бернини, которые по сюжету выступают в роли подсказок. В «Ангелах и демонах» иллюминаты собираются в секретных местах по всему Древнему Риму. Эти места встреч служат вехами на тайной тропе, которую Дэн Браун называет «путем просвещения». И все они наполнены шедеврами Бернини, которые якобы содержат подсказки, позволяющие продолжить этот губительный путь, включая его самую известную работу «Экстаз святой Терезы». Рука ангела в этой композиции якобы указывает путь просвещения. Удивительным образом, путь представляет собой почти правильный крест внутри города Рима. Я считаю, что путь просвещения, которому Дэн Браун уделяет большое внимание в своей книге, вполне реален, хотя, возможно, в контексте отличном от того, который Браун предлагает в «Ангелах и демонах». В истории мы встречаем подтверждение идеи о том, что новички в ходе обряда инициации должны пройти некий путь в метафорическом или реальном смысле. Этот предполагаемый путь начинается в самой знаменитой точке Рима, в Ватикане. Ежегодно эту достопримечательность посещают до 30 миллионов туристов. Следующая точка находится на другом берегу Тибра, в восточном направлении в церкви Санта-Мария-де-Ла-Виттория. На севере крест начинается в церкви Санта-Мария-де-Ль-Пополо и заканчивается на юге в Пьяцца-Навона. Откуда крест у общества, которое, предположительно, борется с церковью? Клайв Принц и Лин Пикнет, савторы книги «Откровения темплиеров», исследовали это загадочное обстоятельство. Всякая религиозная или духовная дисциплина именно рассматривает метафорическую составляющую просвещения. Существует ли просвещение в смысле, которое придавало ему братство Иллюминатии, считавшее, что для обретения его нужно пройти обряд инициации, в ходе которого придется совершать иногда ужасные поступки? Этот вопрос открыт. За рождение Иллюминатов в научной среде, их ритуалы и стремление к власти неразрывно связаны с окутанной тайной историей самого Ватикана. Говорят, что надежно спрятанные в подвалах Ватикана тайные документы могли бы быть использованы для уничтожения церкви. Могло ли случиться так, что Иллюминаты проникли в Ватикан, где они нашли спрятанные документы? И что произойдет, если они или другое тайное общество обнаружат эти материалы? Римская католическая церковь, безусловно, является одним из богатейших и влиятельнейших институтов на Земле. И так было на протяжении многих веков. Достаточно вспомнить, что в средние века церковь управляла абсолютно всем. На протяжении более тысячи лет Ватикан оказывал влияние на мировую историю, имея в руках контроль над государствами и королевской властью. Церковь давала указания королям, давала денежные суды, была в курсе всех аспектов жизни каждого человека. И сегодня, с распространением по всему миру демократии и свободы, она утратила часть этого могущества, но продолжает оставаться грозным институтом. Демонстрацией могущества католической церкви может служить тот факт, что в 80-е годы 20-го века ей было позволено открыть посольство в Вашингтоне. То есть мы признаем Ватикан самостоятельным государством. У нас с ним установлены дипломатические отношения, несмотря на то, что, по мнению многих людей, это противоречит утверждению об отделении церкви от государства. Расположение Ватикана является ключевым моментом в истории католичества, который затрагивает саму основу веры. Согласно истории католичества и Ватикана, кости Святого Петра похоронены под базиликой Святого Петра в Ватикане в Риме. Но что, если Ватикан не был построен над останками Святого Петра? Что, если под его древними полами похоронено нечто другое? Однако эта тема открыта для споров. Многие люди полагают, что там захоронены вовсе не его кости. Многие даже считают, что это кости животного. С момента его основания Константином Великим, приблизительно через 400 лет после смерти Иисуса Христа, Ватикан постоянно становился жертвой обвинений в заговорах и укрывательстве. Эти слухи распространялись веками. Некоторые из этих секретов могли бы подорвать самые основы церкви. Есть сведения о том, что церковь не хочет попасть в руки своих врагов, таких, как Иллюминати. Под Ватиканом находятся катакомбы, в которые вряд ли кому-либо удавалось проникнуть. На эту тему существует множество самых безумных историй, вплоть до того, что, возможно, в них находится мумифицированное тело Христа, что в них хранится огромное количество старинных артефактов, различных исторических объектов, которые могли бы дать более честное и правдивое понимание происхождения человека. За этим местом, безусловно, скрыта некая реальность. В самом деле, это загадочное место. Оно хранит множество секретов и не желает открывать их людям. Церковь верит в то, что Иисус Христос поручил своему ученику, святому Петру, основать и хранить его церковь, потому что святой Петр был первым человеком, увидевшим воскресшего Христа. Это своего рода символ католической веры. Но достаточно всего лишь обратиться к Новому Завету, чтобы понять, что это совершенная неправда. Первым человеком, увидевшим воскресшего Христа, была Мария Магдалина. На самом деле, неправда даже то, что Петр первым из учеников мужчин увидел воскресшего Христа. Первым из учеников был Иоанн Богослов, в таком случае, что мы имеем. Веками во многих странах мира невозможно было поднимать подобные вопросы без риска подвергнуться преследованию. Это касается самих основ церкви. Был ли святой Петр избран для того, чтобы основать церковь? Является ли Ватикан его истинным захоронением? Ученые одними из первых поставили под сомнение эти истины. Учитывая возрастающую популярность других религий, церковь рисковала очень многим. И тогда католическая церковь приняла такую позицию. Мы должны стать единственной верой. Вера в других богов, пантеизм или любые другие религиозные представления недопустимы. Будет католическая церковь, либо не будет ничего. Я думаю, на этих позициях католическая церковь стояла в первые 400 лет своего существования, в то время, когда множество других религиозных представлений, скажем так, боролось за человеческие души. Католичество стремилось стать церковью, которая бы господствовала над всеми прочими верованиями. Эту полемику усугубляет тот факт, что Ватикан владеет огромными богатствами, и то, как они были получены. Ватикан предпочитает скрывать свои доходы из-за споров о том, сколько денег стекается в церковь, сколько она стоит. На самом деле, в ходе своего журналистского расследования в этом государстве я обнаружил удивительный факт. Местным епископам и священникам известна только информация, касающаяся непосредственно их, лишь маленький фрагмент картинки. У них нет доступа к общим счетам, к сведениям о том, сколько получено денег, куда они идут, кто их получает и так далее. Ватикан всегда тщательно скрывал свои секреты от окружающих. Для примера обратимся к финансовым скандалам, в которых был замешан банк Ватикана. Существование этих несметных сокровищ имело и другое, неумышленные посредства, в результате чего работа Папы стала одной из самых опасных в мире. Сюжет книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны» вращается вокруг вымышленного убийства Папы, однако исследования автора основаны на реальных фактах. Мог ли Папа Римский быть убит? Этот вопрос Дэн Браун поднимает в «Ангелах и демонах». Бесспорные истории знакомы подобные случаи. Классический пример – случай с Папой Целестином. В его голову был вбит пятидюймовый гвоздь. Весьма подозрительные обстоятельства. Искусствовед Стивен Остроу исследовал ранние века существования Ватикана и обнаружил среды преследований и насилия. Ранних Пап предавали мученической смерти, потому что они олицетворяли веру, которая противостояла римским законам. Например, в Соборе Святого Петра все Коттерфорсы и Главного Нефа украшены портретами ранних Пап, каждый из которых принял мученическую смерть за веру. Таким образом, в течение долгого времени Папы умирали насильственной смертью, так как Папа — это не только религиозная, но и политическая фигура. Поэтому интрига существует. Папа отравляли, мучили и убивали. Но я считаю, что где-то начиная с 17 века дела обстоят не так плохо, как это было на ранних этапах. На ранних этапах Церковь сражалась за власть, за мировое господство. Преследовала те же цели, что и прочие тайные общества. Страшные времена благоприятны для Церкви. В планах всех тайных обществ есть один ведущий к негативным последствиям пункт — стремление править народными массами. Так, чтобы делать из них рабов. Но все начинается с того, что горстка представителей элиты свысока смотрит на остальное человечество. Эти ранние этапы истории Церкви были жестокими. И так же, как в других государствах того времени, в церковной иерархии существовали группы, стремящиеся тайно захватить мировое господство. Появилось новое слово для обозначения скрытой структуры той эпохи. Применительно к Церкви достаточно интересное употребление слова «порнократия». Буквально оно означает «правление проституток». Одзначение корня — «корна». Исторически это понятие относится к X веку, когда на престол взошел абсолютно недостойный папа Сергий III, а после него еще несколько пап, которые пользовались не вполне моральными средствами. По всей видимости, для того, чтобы стать папой, Сергий III убил нескольких кардиналов, которые боролись с ним за папский престол. Этот термин стал применяться, так как очень могущественные женщины из римских аристократических родов буквально держали в своих руках все папство и определяли, кто станет папой в каждый конкретный момент времени. Говорят, что значительная часть этой мрачной истории и тайной внутренней борьбы сокрыта в этом здании, находящемся в ста ярдах от знаменитой базилики на земле Ватикана в архивах. Говорят, что этот огромный комплекс содержит величайшую коллекцию священных книг и фолиантов в мире. К некоторым из них люди не притрагивались веками. Протяженность библиотек Ватикана составляет приблизительно 50 миль книг. Коллекция просто огромная. Меня спрашивали, что находится в секретных архивах Ватикана. И должен ответить, я не знаю, потому что они секретны и были таковыми на протяжении многих веков. В книге «Ангелы и демоны» Роберту Лэнгдону удается выкрасть из архивов исторический документ, который, как он считает, поможет ему найти похищенных кардиналов. Можно ли совершить подобную кражу? Пол Уильямс – теолог и один из немногих людей, которым позволили пройти через надежную охрану Ватикана и изучить его архивы. В архив нельзя входить в пиджаке, нельзя вносить кейс, нельзя взять с собой даже авторучку. Единственное, что вы можете иметь при себе, это графитовый карандаш и блокнот. Когда вы войдете в архив, клирик выдаст вам в точности тот документ, который вы просили, если в архивах согласились дать вам его. Клирик будет оставаться с вами, пока вы будете изучать документ. За спиной у вас будут стоять дежурные охранники, так что будет абсолютно невозможно вынести что-либо из помещения. Будь вы хоть Гарри Гудини, вам не удастся сделать это. Такое пристальное внимание к мерам безопасности и ограниченный доступ порождает вопрос, что Ватикан прячет в своих архивах? Какие тайны можно обнаружить на его полках длиной в 50 миль? Ходят слухи о том, что там имеются поразительные документы о Второй мировой войне, об участии или не участии Папы в Холокосте, и его неспособности высказаться против Холокоста. Несомненно, в Ватикане есть секретные архивы, ведь, например, существуют десятки евангелий, не включенных в Новый Завет. В них содержится информация, которая бы сильно подорвала авторитет церкви, если бы стала известна людям. Так что где-то в Ватикане должно быть спрятано огромное количество книг, за шанс увидеть которые многие исследователи, как я, отдали бы что угодно. Одна из тайн, которая предположительно скрывает эти стены, сходит к нам со страниц ангелов и демонов, запрещенные исторические документы, включая неизданные сочинения и исследования ранних ученых. Число этих материалов могли бы входить в работы Галилея и Коперника. Оба они считались врагами церкви. Обоих Дэн Браун связал с братством Иллюминати. Когда Галилей сделал свое знаменитое открытие о том, что Земля и Луна и все планеты вращаются вокруг Солнца, во-первых, это разрушало представление традиционной римско-католической церкви, а во-вторых, возможно, церковники боялись, что это упрочит культ Солнца, одно из самых древних и примитивных религиозных представлений, которое церковь безуспешно пыталась искоренить. На мой взгляд, это очень интересно, что в романе прямо не сказано, кто является ангелом, а кто демоном. В своей книге, хоть это и вымысел, Дэн Браун утверждает, что Галилей и Берни не входили в братство Иллюминатов или Франк-Масонов. Я считаю, что эта гипотеза не так уж нелепа. В то время существовало огромное количество тайных обществ, можно сказать, что с 15 по 18 века по всей Европе наблюдался расцвет тайных обществ. Война между наукой и церковью очень давняя, и она возобновилась к моменту основания церкви. Я думаю, это неизбежно в условиях, когда выдвигается некая социальная группа, как христианская церковь, и утверждают, что ее догматы и учения являются абсолютно истиной, и когда есть люди, ставящие под сомнение эту истину. Стало ли притеснением церковью, науки и знаний стимулов к образованию тайных обществ? Является ли братство Иллюминати одним из них? Как и большинство притесняемых и преследуемых организаций, Иллюминаты, возможно, ушли в подполье. Иллюминаты появились на позднем этапе истории Европы, но откуда они берут начало? Некоторые историки предполагают, что братство Иллюминати вышло из некогда могущественной легендарной организации, которая когда-то защищала Папу, но потом была уничтожена по приказу Папы. Темплиеры – воины-монахи. Но были ли они в самом деле уничтожены? Темплиеры возникли как орден бедных рыцарей храма Соломона. Считалось, что рыцари, входившие в орден темплиеров, владели святым Граем. Это случилось в тысячном году. Западный мир верил в легенду о святом Граале, чаше, содержащей кровь распятого Христа и обладающей его силой. И якобы в это время тайное общество воинов-монахов нашло святой Грааль. Благодаря этой легенде и силе, которая в ней заключалась, темплиеры стали самым почитаемым и внушающим страх тайным обществом из когда-либо существовавших. Писатели Стивен Остро и Девен Джексон, которые посвятили годы исследованию ордена темплиеров, характеризуют их как ранних защитников Ватикана, которые в конечном счете стали его величайшей угрозой. По-видимому, их основной задачей было освобождать дороги для паломников, ведущих в Иерусалим. Они располагались в храме Соломона, жили в конюшнях при храме Соломона, и в течение приблизительно восьми лет они вели раскопки. Темплиеры были орденом воинов-монахов, и занимались они тем, что иногда охраняли папу, но их основной работой было охранять дороги, путь паломников и крестоносцев в Иерусалим. Их было всего девять на протяжении девяти лет, поэтому я не думаю, что они могли успешно с этим справляться. Определенно, у них был другой план действий. Они искали что-то в Святой Земле, они были привержены тайному знанию. Несмотря на то, что они дали обет бедности, в их руки стекалось больше сокровищ, чем в то время было у многих правителей. Земля, деньги, флот. Они начали сужать деньгами монархии на виду с Ватиканом. Темплиеры организовали своего рода корпорацию. Они создали первую систему банковских филиалов, а это значит, что вы могли положить свое золото и серебро в банк в Англии и получить его назад в Иерусалиме, так что вам не нужно было нести деньги с собой всю дорогу. Они стали крупнейшими собственниками имущества в Европе, они также владели крупнейшим флотом. Богатство и влиятельность делали темплиеров бесстрашными. Они не подчинялись ни одному королю, а вскоре перестали подчиняться и самому папе. Однако их богатство, возможно, было не самой главной оброзой. Историк Лин Пикнетт читает, что темплиеры могли основать новую конкурирующую религию. Темплиеров обвиняли в том, что они плюют на крест и топчут его на тайных церемониях и поклоняются отрубленной бородатой голове. И в самом деле они открыто почитали Иоанна Крестителя. Какое все это имело значение? Мы установили, что будучи на Ближнем Востоке, темплиеры встретили общество, известное как Восточная Церковь Иоанна. Это общество называлось Мандионс и зародилось в окрестностях Иудеи в Египте 2000 лет назад. Его члены были последователями Иоанна Крестителя. Возможно, темплиеры стали последователями культа так называемых рыцарей Иоанна. Но следующие обстоятельства стали причиной вынесения им окончательного приговора. Они во всеуслышании высказывались против Иисуса Христа, который, по их словам, был ложным пророком, еретиком внутри религии Иоанна. И именно такое впечатление возникает. Я хочу сказать, современные ученые выяснили, что вполне вероятно, что Иисус на самом деле начинал как последователь Иоанна Крестителя. Какова бы ни была причина, но темплиеры стали более скрытными, стали организовывать подпольные встречи в тайных местах, что напоминает путь просвещения Дэна Брауна. Их приверженность Иоанну Крестителю, равно как и растущее богатство и могущество, сделали темплиеров величайшей угрозой Ватикану. Темплиеры отказывались признать, чьё бы то ни было превосходства, они становились удивительно самонадеянными. В течение приблизительно двух веков они существовали как невероятно могущественный орден, но потом их ожидал внезапный и достаточно скверный конец. В середине 14 века они привлекли внимание сначала короля Франции, а затем и папы. В конечном счёте, орден темплиеров так разросся, что они стали пробуждать зависть короля Франции и гнев простого населения. К ним стали относиться в русле предложенного Вальтером Скоттом выражения «напыщенный как темплиер». Они возгордились и считали, что могут делать всё, что захотят. И это настроило людей против них. С тех самых пор не утихают споры о том, что стало истинными и побудительными мотивами к закрытию ордена. Общепринятые причины считают желание короля Франции завладеть их деньгами, а гонениями их подвергали по обвинению в ереси и богохульстве. 12 октября 1307 года темплиеры поняли, что конец близок. Историки уверены, что им удалось таинственным образом вывести накопленные ими огромные богатства прямо из-под носа наступающей армии короля Франции. Обозы сокровищами были доставлены в порт для Рошель, богатства были погружены на 17 кораблей, принадлежащих ордену, и просто испарились. На следующий день, в пятницу 13-го, войска короля Франции захватили темплиеров во всех храмах, которые они смогли обнаружить. А затем сожгли их на костре. Многие были сожжены заживо. По этой причине сейчас, 7 веков спустя, многие продолжают бояться пятницы 13-го. В 1307-м году, когда был сожжен последний кавалер ордена темплиеров, эта чистка завершилась. Теперь у французского короля Филиппа было достаточно средств, чтобы начать войну против английского короля Эдуарда I. Но была ли эта чистка успешной? Авторитетные историки, такие как Джим Марс, другого мнения. Репрессии не были очень эффективными, так как темплиеры знали и ожидали, что это произойдет, а на самом деле была схвачена лишь небольшая их горстка. Большинство из них бежали или просто поменяли одежду и слились с остальным населением. Здесь загадка становится более запутанной. Что стало с выжившими темплиерами, с их несметными сокровищами и презрением к церкви? Могли ли их потомки стать иллюминатами? В концу XIV века, после предположительной победы над темплиерами, Ватикан восстановил статус наиболее могущественного института. Но со временем у него появился более сильный противник. Иллюминаты Дэна Брауна это общество подлинных ученых. Это слово использует для их характеристики автор. Зная об отношении церкви к своей деятельности, в XVI веке они основали это общество для того, чтобы иметь возможность втайне от всех заниматься исследованиями и делиться друг с другом своими достижениями. Искусствовед Бетти Энн Браун считает, что ранние ученые и даже художники были первыми людьми, оспорившими взгляды Ватикана на человека и природу. Римско-католическая церковь на свой манер раскрывала людям смысл существования и объяснения, предлагаемые наукой, часто противоречили ее позиции. Поэтому Галилей представлял несомненную угрозу для церкви. Ведь заявляет, что Земля не является центром Вселенной, что Земля вращается вокруг Солнца. Он тем самым оспаривает догмат церкви о том, что Земля занимает центральную позицию. Сторонники Галилея имелись и среди церковников. Они были несогласны с мнением, что если он прав, это доказывает неистинность соответствующих мест Библии в теологическом плане. Поэтому были люди, поддерживающие его, но решающее слово оставалось забавным. В эпоху Возрождения было опасно заниматься наукой. Многие заплатили за это своей жизнью, в том числе и Джордана Бруно, блестящий ученый и последователь Коперника. Он был заточен там же, где и героиня Дэна Брауна, в замке Святого Ангела. Одним из показательных примеров того, как сурово церковь обходилась с учеными, служит история с Бруно, который в некоторых аспектах придерживался крайних взглядов. Бруно был знаменит по всей Европе, так как придумал методику развития памяти. Это было сенсацией для 1576 года. А поскольку он, подобно Копернику, считал, что Земля вращается вокруг Солнца, он стал врагом церкви. Церковь учила, что Вселенная вращается вокруг Земли. Итак, церковь арестовала его и заключила в тюрьму почти на 8 лет. Церковь пыталась убедить его отречься от своих убеждений, но он отказался, и тогда, в 1600 году, был сожжен на костре. Галилея могла бы постичь та же участь. Как и Бруно, он тоже дважды представал перед судом за свою научную деятельность. Эти суды стали важным элементом замысла ангелов и демонов. Очень часто историю Галилея понимают неправильно. Галилей дважды представал перед церковным судом. Первый раз в 1616 году за то, что поддержал бытовавшую тогда теорию Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца и таким образом не является центром Вселенной. В тот раз под суд его подвели ученые из Италии. На суде 1616 года он отказался от своих воззрений и сказал, да, теперь я соглашаюсь с Птолемеем в том, что Земля является центром Вселенной. Он вернулся в университет и продолжил учить тому, что Земля вращается вокруг Солнца. В 1632 году он предстал перед Инквизицией. Суд состоялся в 1633 году. Общепринято представление о том, что Галилея сломили и силой заставили отречься, бросили в тюрьму, морили голодом. Все это неправильно. Во время судебного разбирательства Галилей жил на вилле Медичи и купался в роскоши. Как только он отрекся на суде 1633 года, папа аннулировал приговор о заключении его в тюрьму и немедленно назначил ему пансион на всю оставшуюся жизнь, которую он прожил в хороших условиях. Неужели преследование заставили Галилея присоединиться к подпольному движению, как предполагает Дэн Браун, к братству Иллюминати? Историк Клайв Принц знает ответ на этот вопрос. Галилей не мог быть членом Иллюминати, так как в его время братство еще не существовало. Что касается вопроса, состоял ли он в другом подобном обществе, то нет ни доказательств его принадлежности к какому-либо ордену, ни свидетельств его склонности к вступлению в такие организации. Тем не менее, многие художники и ученые того времени начали вступать в тайные общества, такие как Приорат Сиона, знакомый читателям Кода да Винчи. Насколько я могу судить, и Леонардо да Винчи, и Исаак Ньютон были членами Приората Сиона, но если говорить о да Винчи, он посвящал себя множеству необычных занятий. Он был эрудитом, поэтому есть основания предполагать, что он состоял в каком-то обществе. Достаточно вспомнить его картины и рисунки. В них очень многое непонятно до сих пор. Возможно, данная особенность указывает на то, что он был членом тайного общества. В ангелах и демонах автор призывает нас присмотреться к таким людям, как скульптор Бернини и Рафаи. Дэн Браун предлагает нам разделить мнение о том, что они были членами Братства Иллюминати. Мои исследования показали, что это, без сомнения, не тот случай. Бернини и Рафаэль были набожными людьми. Деятельность этих обществ относится к веку разума и просвещения, когда многие ученые, подобно Галилею, развивали знания, которые не включались в сферу деятельности католической церкви. Они использовали рационалистический, научный метод для того, чтобы постичь более глубокие и значительные истины. К постижению этих глубоких и значительных истин стремились не только ученые эпохи Возрождения. Эта война за власть над всей планетой длилась очень долго. Как можно вести такую войну? Рим является главной сценой для католической церкви, то есть важнейшим центром христианской веры. Это смесь элементов, которые были заимствованы и из множества других источников из Египта, Африки и со всех точек планеты. Рим усеясь символами из других древних культур. Это одна из причин, почему Дэн Браун выбирает его местом действия романа. Кроме того, Рим – богатейшая сокровищница произведений искусства. Искусствовед Бетти Браун считает, что автор использовал обе особенности для передачи тайных сообщений, встретившихся на вымышленном пути просвещения. У Дэна Брауна Бернини, как художник братства Иллюминати, в своих работах много использовал египетские мотивы. На самом деле, все проще. Для его времени, в принципе, было характерно увлечение всем египетским, египетскими символами. Выбор Бернини в качестве главного персонажа в Риме очень удачен. Период барокко был временем, когда западная культура была сосредоточена на создании образов. В плане создания ярких образов Рим был центром всей цивилизации. На этой сцене Бернини был звездой первой величины. Звезда первой величины возможна при уменьшении. Бернини был одним из самых знаменитых деятелей искусства всех времен. В начале 17 века он спроектировал знаменитую колоннаду на площади Святого Петра, украшенную 140 статуями святых. Будучи художником, Бернини, возможно, наполнил значительную часть своих произведений определенными символами и идеями, которые церковь могла воспринять как оппозицию. Но я думаю, что, как и в случае с Рафаэлем, творения Бернини символичны сами по себе. Мы говорим, собственно, о новых научных идеях, идеях Коперника и Галилея, и о включении их в произведения искусства. Церковь Санта-Мария-дель-Попола, как и многие другие достопримечательности Рима, имеет давнюю историю и является важной точкой на пути просвещения, если принять, что штурманом иллюминатов был Бернини. Ведь в ней находятся две важные скульптурные композиции Бернини. Это скульптура Даниила и фигурирующая в романе композиция Аввакум и Ангел. Ангел сошел к Аввакуму и велел ему прийти на помощь Даниилу. И Ангел указывает пальцем в одном направлении. Аввакум же поначалу упорствует и указывает в противоположном направлении. Дэн Браун использует в книге скульптуру Аввакум и Ангел, предполагая, что Ангел указывает местонахождение следующей подсказки. Итак, это первый шаг на его вымышленном пути иллюминате. Еще одна веха на пути просвещения Дэна Брауна фонтан Бернини «Четыре реки». Он находится в юго-западной оконечности креста Затима. И в центре этого шедевра эпохи барокко находится высокий обелиск. Интересно узнать, Бернини намеренно установил здесь этот языческий символ в качестве сигнала. Обелиск, находящийся в центре фонтана «Четыре реки», как и другие древние обелиски, был привезен в Рим и долгие годы пролежал в другом конце города под своим грязью и мусором. Папа Иннокентий X покровительствовал Бернини и заказал этот фонтан. Он хотел создать памятник в центре пьяца, которая была собственностью его семьи. Его фамильный дворец прилегает к ней. И этот памятник, расположенный в самом центре пьяца, должен был прославлять его и церковь. Все же остается интересный вопрос, почему Бернини так часто использовал в своих работах египетские мотивы? Этот вопрос веками не давал покоя специалистам по теории заговоров. В фонтане «Четыре реки» каждая из человеческих фигур олицетворяет реку, и поэтому их сопровождает множество символов, благодаря которым можно распознать реки. Значение этих символов совершенно очевидно, но при желании Бернини мог спрятать в этой композиции тайные знаки. Но не фонтан вызывает у историков наибольшее количество вопросов, а это скульптура, которую часто называют шедевром Бернини. Она расположена на восточной границе «Пути просвещения Дэна Брауна». С трудом верится, что это случайное совпадение. «Экстаз Святой Терезы» — одна из самых удивительных работ Бернини. Скульптурная группа является центральным элементом целого ансамбля капеллы, которую Бернини спроектировал по заказу состоятельной венецианской семьи Корнадо. И в ней нашел воплощение один из самых знаменательных фрагментов в сочинениях «Святой». Одна из ее многих встреч с божественным. Подсказка, оставленная для иллюминатов, находится на кончике стрелы. Огонь — один из четырех элементов. Иллюминаты были ранними учеными. Земля, воздух, огонь и вода — элементы, с которыми они работали. А в книге Дэна Брауна каждый из них использовался для того, чтобы убить одного кардинала. Неужели иллюминаты в самом деле использовали свои важнейшие символы в таких устрашающих целях? Тереза была легендарной женщиной в истории христианства. Святая Тереза реформировала монашеский орден кармелиток, что позволило вступать в него женщинам не из самых богатых семей. Они работали, они приносили с собой огромное преданное, которое должно было оплатить их комнату и питание на всю жизнь. Она путешествовала по всей Испании, основывая там монастыри, и в течение жизни ей было явлено несколько мистических видений. Святая Тереза из Авеллы была во многих отношениях примером для подражания в процессе реформации католичества. И в ее опыте, в ее экстазе было новое акцентирование эмоционального чувства набожности, эмоционального познания Бога и Христа. Этот художник пережил восьмерых пап, восьмерых благодетелей. Это позволило Бернине создать значительную часть самых ценных произведений искусства в Ватикане, включая знаменитую площадь Святого Петра. Но другой художник эпохи Возрождения, возможно, тоже заключил в своих произведениях подобные тайные знаки. Это был Рафаэль. Только он работал не с обелисками или огненными сферами. И с ним связана точка на противоположной оконечности креста на пути просвещения. Пирамиды в капелле Киджи совершенно уникальны с точки зрения формы и образности классических ренессансных надгробий. Пирамиды спроектировал Рафаэль, который в начале 16 века был архитектором и проектировщиком капеллы. Они должны были вызывать восхищение величием Древнего Рима и ранних цивилизаций. Проектируя эти нагробия, Рафаэль много думал о символическом значении, которое имели пирамиды в культуре Египта и Древнего Рима. В этой форме, с одной стороны, заключалась идея совершенства, а с другой, мысль о спасении и вечности. Дэн Браун соотнес эту достопримечательность с иллюминатами, как еще одну подсказку, указывающую на стихию Земли. Становится ли после этого Рафаэль заговорщиком? Я считаю вполне допустимым, что любой из этих творческих гениев мог состоять в каком-либо тайном обществе. Это справедливо по отношению к Рафаэлю. Это справедливо по отношению к Бернини. Я думаю, что Бернини, Рафаэли и многих других художников того времени считали, выражаясь современным языком, реформаторами. Они все еще во многом опирались на церковь, были богобоязненными людьми, понимали, что сама мысль о тайных обществах грозит анафемой. Но также они хотели привнести в мир новые научные идеи. Я думаю, к этой мысли пришел и Дэн Браун. Хотя Бернини и Рафаэль жили задолго до появления иллюминатов, другие символы на пути просвещения могут иметь непосредственную связь с тайными обществами. В плане символики Египет является источником знаков братства иллюминати, которые играют такую важную роль в ангелах и демонах. Роман открывается сном главного героя Роберта Лэнгдона о Египте. Я думаю, с помощью этого приема Дэн Браун приобщает нас к мысли о том, что египетская символика играет важную роль в книге. И в Риме, и в Ватикане установлено множество египетских обелисков, подобных этим. Их происхождение языческое, но при этом они находятся в одном из самых религиозных мест на Земле. Причина, по которой они оказались, здесь уходит в прошлое, к зарождению современного христианства. Обелиски смотрятся странно на территории Рима. В городе установлено 13 обелисков. Если вы обойдете город и сосчитаете их, вы в этом убедитесь. В Риме их больше, чем есть сейчас в самом Египте. В ангелах и демонах обелиски тоже помогают Роберту Лэнгдону обнаружить путь просвещения. Профессор Эрик Джонсон изучает историю религии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он полагает, что есть объяснение тому, что египетский мистицизм, сильно повлиявший на христианство, захватил всю Европу, и почему эти символы стали использоваться тайными обществами. В эпоху Возрождения многие были зачарованы египетской культурой или, по крайней мере, египетской философией. Гуманисты считали Египет источником очень древней мудрости, которая была утеряна, и они пытались снова обрести это древнее знание и мудрость. Думаю, обелиск на площади Святого Петра весит около 180 тонн, поэтому нужно было построить массивные конструкции для того, чтобы доставить его на место и установить. Даже если расстояние было всего в несколько сотен метров, это была грандиозная работа. Только для того, чтобы сдвинуть его с места, нужны были тысячи людей и лошадей. У подножия этого обелиска происходит одно из самых страшных убийств, описанных Дэном Брауэлс. Последнюю подсказку оставил Бернини, который в 1656 году создал эту площадь, способную вместить 300 тысяч человек, поразительное число для того времени и очередное свидетельство мощи церкви. Ключом является этот овальный рельеф, расположенный в центре площади рядом с обелиском «Уэст-поненте» – «воздух». Рельеф расположен на площади Святого Петра, недалеко от обелиска. Изображение «Уэст-поненте» выражает идею ветра, дующего запада, идею западного ветра. В христианской символике есть элементы, с которыми можно связать этот знак. В книге Дэна Брауна «Иллюминаты» оказываются на стороне зла, и автор добивается этого благодаря тому, что вводят в их символику, в их понимание вещей, в их так называемые ритуалы, много заимствований из египетской и вавилонской культуры. Но в то время этот процесс заимствования был всеобщим. Возможно, кто-то с этим не согласится, но для каждого студента-теолога очевидно, что Библия, на которой бесспорно основано христианство, является ничем иным, как сборной солянкой из старинных устных преданий и сказок. Приведу классический пример. История о Ное и Ковчеге, в которую он взял животных. Эта история отсылает нас к шумерским таблицам, которые по времени опережают Библию примерно на 4 тысячелетия, и в шумерских таблицах содержится точно такая же история. Церковь заимствовала множество символов. Некоторые ученые считают, что христианский крест — это заимствование соответствующего египетского магического знака, креста с округлой верхушкой. В Египте их носили так же, как мы носим кресты. Образ Христа, доброго пасторя, изображение юноши, держащего в руках ягненка, тоже заимствованный древний символ. Религии египтиан и современное христианство на самом деле принципиально отличаются в очень немногих пунктах. Египетская религия была религией символизма. С этим можно спорить, но христианство тоже религия символизма. Например, крест на сегодняшний день является, возможно, самым известным символом в мире. Эксперты полагают, что есть одно основное отличие между христианством и египетской религией. Это дуализм. В особенности понимания добра и зла. Эта тема проходит через всю книгу «Ангелы и демоны». С ее помощью точно описывается эпическое противостояние церкви и науки, иллюминатов и организованной религии. Египтяне не делили мир на черное и белое. Они не рассматривали вещи в русле и ин и ян. Для того, чтобы иметь что-то одно, нужно иметь его противоположность. Порядок и хаос должны идти бок о бок. Гор и Сет, эти два бога из египетского пантеона, должны быть вместе, чтобы обеспечить полноту мира. Но сущность христианства состоит в том, что есть милостивый бог и дьявол. Один из них – абсолютное благо, другой – абсолютное зло. Даже Сет, древний египетский бог, не был абсолютно злым. Он имел свое место в пантеоне богов, имел свои функции, олицетворял определенную часть мужчин и женщин, олицетворял равновесие. Египтяне очень преуспели в вопросе равновесия, христиане же нет. В христианской религии существует строгое разграничение на черное и белое, и равновесие не является конечным результатом этого разграничения. Есть рай и ад, есть бог и дьявол, и человек должен выбрать одно из двух – либо ты с нами, либо ты против нас. В этом отношении христианство принципиально отличается от ранних религиозных верований древнего Египта. Приведу еще одно доказательство того, что Рим превратился в религиозный центр целой империи. Все боги, которые почитались жителями империи, были собраны в этом храме. Спустя какое-то время, когда христианство было узаконено и стало официальной религией Римской империи, было совершенно нормальной практикой переделывать эти старые языческие храмы в христианские. Один из таких языческих храмов стал самой известной базиликой в Риме – Пантеон. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч туристов, но, похоже, немногие знают о том, что, глядя вверх, они смотрят в дьявольскую дыру. В то же время многие могут считать это отверстие знаком иллюминатов. Огромные дыра в куполе Пантеона оказываются ложным следом, который любят Лэнгдона и Виторию к могиле Рафаэля. Эта так называемая дьявольская дыра как языческий символ переосмысляется в христианский. Это еще один пример дуализма, противостояния добра и зла. Герои романа думают, что одно из убийств должно свершиться там, но этого не происходит. Забавно, что дьявольская дыра в книге отождествляется с отверстием в куполе Пантеона. Историк Саймон Кокс считает, что путь просвещения может существовать, по крайней мере, в одном понимании. Путь просвещения, которому Дэн Браун уделяет большое внимание, в своей книге действительно существовал, хотя, возможно, в контексте отличном от того, который Браун предлагает в ангелах и демнах. На протяжении истории мы встречаем подтверждение идеи о том, что новички в ходе обряда инициации должны пройти некий путь в метафорическом или реальном смысле. Очевидно, что пока Ватикан продолжал управлять всем, иллюминаты веками не уходили из-под поля. Их цель – достижение просвещения постепенно стало развиваться в темном направлении. Назрел страшный заговор. Заговор о захвате мирового господства. Все мы слышали, что знание – сила, но тайные знания являются еще большей силой. И иллюминаты, если они все еще называют себя так, это движение, чьим основным принципом является цель, оправдывает средства. Специалисты по теории заговоров пришли к выводу, что нынешние иллюминаты являются могущественной организацией, даже если они больше не носят это имя. Они готовы пойти на все, чтобы выполнить свою программу. Они убьют, искалечат, разрушат, солгут, смухлюют, украдут, все что угодно. И это достаточно эффективно, ведь они могут выдавать себя за кого угодно. Они либералы, консерваторы, фашисты, коммунисты, демократы, республиканцы. Они повсюду и делают все, чтобы реализовать свои планы. А это залог очень могучей и успешной тайной организации. Теоретики, как Джим Марс и Пол Уильямс, полагают, что мобилизация иллюминатов совпала с формированием самого противоречивого за последние 300 лет тайного общества. Франк-масонов. Они восходят к древнему египетскому ордену каменщиков-строителей. Франк-масоны – это наполовину английское, наполовину французское слово. Первая часть слова означала, что они свободны или братья. Вторая указывала на род занятий. Они были каменщиками. Позднее, когда им больше нельзя было называться темплиерами, эти люди объединились. Не все члены сообществ были каменщиками, но все занимались строительством. Они организовали ложи. Если брат-масон приезжал в ваш город из другого города, вашим долгом было предоставить ему кровь, еду и по возможности найти ему работу. Другие следователи, как журналист Джон Рапопорт, считали, что темплиеры так и не были уничтожены, а просто на долгие века ушли в подполье. Рапопорт полагает, что в это время темплиеры вернулись из небытия и, возможно, проникли в ряды масонов. По моему мнению, франк-масоны вышли из ордена темплиеров. Темплиеры были частично уничтожены по приказу папы и короля Франции. Они спаслись бегством и стали частью тайного общества масонов. Они публично отреклись от своего прошлого, так, чтобы никто не догадался, что произошло лишь незначительное преобразование. Когда спасшиеся от гибели темплиеры вернулись в святую землю со всеми своими несметными богатствами и приобретенными знаниями, они присоединились к примитивным, но жизнеспособным гильдиям каменщиков. Вместе они образовали некое подобие союза, вместе они работали над постройкой храмов и церквей. Так что именно эти гильдии каменщиков и стали первой ступенью на пути формирования франк-масонства. Франк-масоны просуществовали на удивление долго, ведь, несмотря на то, что они не заявляли о себе как об оппозиции по отношению к церкви, церковь считала опасным их убеждение, что можно самостоятельно постичь истину. Как некогда темплиеры, франк-масоны стали врагами церкви, которая сочла их угрозой своему полновластью. Франк-масонство подвергалось гонениями со стороны церкви по 17 различным статьям. Оно было объявлено церковью вне закона, и все члены католической церкви, ставшие масонами, подверглись оплучению. Нельзя одновременно быть католиком и масоном. С момента своего возникновения франк-масонство было отлучено от католической церкви. Считается, что в Соединенных Штатах франк-масонство появилось во времена войны за независимость. Что еще важнее, писатель Джим Марс и другие исследователи считают, что они быстро заняли ведущие позиции в неопытном правительстве. В заявлении самих франк-масонов они сыграли очень важную роль в истории. Бостонское чаепитие организовали члены одной из масонских лож. Они налетелись индейцами, напали на английские корабли и выбросили находившийся на их борту чай в бостонскую гавань. Возможно, многих удивит, как много отцов-основателей Америки были франк-масонами. В эпоху войны за независимость в США франк-масонство было двигателем экономики. Чтобы начать свое дело во многих городах, вам пришлось бы стать масоном. Приехав в Филадельфию, Бенджамин Франклин понял, что если он станет франк-масоном, его газеты и печатные станки будут получать заказы из города. Джон Хэнкок знал, что в Бостоне, где от него зависел заработок почти третье население, он мог доверять масонам, поэтому он не давал работу человеку, не входившему в это братство. Джордж Вашингтон получил письмо от брата, в котором тот писал, что став масоном, он сможет легче найти хорошую работу. Известно, что из 57 человек, подписавших Декларацию независимости, по крайней мере 50 были масонами, поэтому нет сомнений в том, что масоны сыграли выдающуюся роль в основании Америки. Возможно, это совпадение, но процесс формирования братства Иллюминати в Баварии повторил историю образования Америки. Возможно, Иллюминаты нашли в новообразованном государстве симпатизирующим тайные общества. Орден Иллюминати был образован в рекордном 1776 году, в день 1 мая, международный коммунистический праздник. Члены Ордена были названы несущими свет. Иллюминати производны от слова свет. Они получали знания о мире и о человеке через свет. На самом деле существовало несколько групп Иллюминатов. Наиболее известны среди них баварские иллюминаты, которые выступали за идеи свободы, равенства и братства. Звучит знакомо, не так ли? Эти идеи стали основой процесса просвещения и были обращены к отцам-основателям нашей страны. Когда франк масонства укрепило свои позиции и в Соединенных Штатах, и в Европе, иллюминаты стали тайно расширять круг своих сторонников, проникая в масонские ложи. В 1782 году на собрании Вильямсбаде иллюминаты заявили о своем участии в создании франк масонства. И именно тогда произошло слияние иллюминатов и франк масонов. В некоторые из масонских лож проник Адам Байсхайлт, который в 1776 году основал Братство иллюминатов. Он придумал хороший способ для распространения своих представлений, внедрялся в масонскую ложу и захватывал лидерство в ней. А что, если все эти общества будут контролироваться из одной точки? А что, если в этом командном пункте зреют страшные планы? Даже отец-основатель Америки, франк масон Джордж Вашингтон, опасался проникновения в их ряды иллюминатов. Забавно, Джордж Вашингтон говорил, что верит в тайный заговор иллюминатов, но, по его словам, это никак не было связано с франк масонством. То есть, несмотря на отсутствие контактов с ними, он верил в существование заговора иллюминатов. Маленькая группа людей должна была пообещать остальным рай, чтобы заручиться всеобщей поддержкой. Идея была такой. Мы предложим им бороться за отмену частной собственности, и они пойдут за нами. Ведь многие люди мечтают об этом, так как думают, что это приведет к истинному равенству. Но за этими утопическими идеалами скрывалось желание захватить контроль над миром. Могло ли это стремление побудить их захватить власть в Соединенных Штатах? Пока франк масоны, контролируемые иллюминатыми, расширяли свои ряды по всему миру, римская католическая церковь постепенно утрачивала свои богатства и влияния. Для того, чтобы выжить, Ватикан был вынужден идти на компромисс. Одни говорят, что он заключил тайную сделку с дьяволом. Другие считают, что, пойдя на это соглашение, церковь возродила убийство современных фактов. Начиная с латеранского договора с Муссолинией и заканчивая тайным договором между Гитлером и Ватиканом, фашисты заключили ряд соглашений с церковью о начале Второй мировой войны, смысл которых приблизительно таков. Если вы не поможете нам, мы бросим вас. Поэтому церковь не выступала серьезными протестами против зверств, творимых Гитлером и нацистами. Эти внешние силы, тайно проникшие Ватикан, возможно, спасли его от них. Однако есть мнение, что это сделало Ватикан пособником геноцида. Папа Пий XI подписал дружественные договоры с Гитлером и Муссолини. Он способствовал укреплению этих двух фашистских режимов. И до самого конца пребывания на престоле он отрекался от своих действий. Он знал, что был неправ. Он видел страдания еврейского населения Германии и Польши, которых сгоняли в гетто. Видел создание концентрационных лагерей, преследование католических священников в Германии. К 1939 году Папа Пий XI больше не мог оставаться верным тайному соглашению с итальянским диктатором Муссолини и решил отделить церковь от фашистского режима. Это было последнее решение, которое он принял. Буквально в канун Второй мировой войны Папа Пий XI заявил, что его не устраивают соглашения, которые он заключил с фашистами Муссолини и Гитлером. Он стал угрожать, что во всеуслышание признается в сделках, которые церковь заключила с фашистами. Но потом он внезапно умер. Внезапная смерть Папы Пий XI разрушила план расторжения договора Ватикана с фашистами. Подобно тому, как Папы умирали мученической смертью в Средние века, снова работа Папы стала смертельно опасной. Ученые до сих пор задаются тревожными вопросами об обстоятельствах смерти Папы. Сразу после его смерти в папский покой вошли два человека, всего двое. Одним из них был кардинал Пасселли, который позже стал Папой Пиим XII, и который в свое время организовал договор с Гитлером. Вторым был ватиканский терапевт. Кардинал Пасселли и врач немедленно распорядились забальзамировать тело Папы Пи XI. Раньше церковь никогда не допускала подобной практики. Кроме того, Ватикан не разрешил провести вскрытие, что породило еще большие подозрения. Смерть Пи XI остается тайной по сей день. Есть все основания предполагать, что итальянские фашисты отраили его. Но, конечно, как и во всех законах, в которых истина тщательно скрыта. Не потому, что они замели все следы, а потому, что запутали факты. Было столько исков и встречных исков, столько споров, что большинство людей устали и забыли об этом. Это не последний пример в новейшей истории, когда церковь была шокирована секретами, укрывательством и смертью. 5 мая 1998 года итальянцев потрясли шокирующие заголовки «Кровопролитие в Ватикане». Убийство было совершено в Ватикане, в одном из самых защищенных и охраняемых городов мира. Внутри его стен были убиты люди. 4 мая 1998 года монахиня проходила мимо казармы швейцарской гвардии Ватикана и обнаружила тела начальника швейцарской гвардии Алуиза Эстермана, его жены Глэдис и младшего капрала Седрика Торнель. Через несколько часов Ватикан заявил, что Седрик Торнель застрелил начальника гвардии его жену, а после застрелился сам. Что кроется за этим ужасным преступлением? Кому-то удалось проникнуть на территорию Ватикана? Было ли это частью грандиозного плана уничтожить церковь? Даже Дэн Браун не смог бы так блестяще описать создавшуюся ситуацию. Уже через 4 часа после того, как обнаружили тела, Ватикан заявил, что по его официальной версии младший капрал убил начальника охраны его жену, а потом застрелился сам в припадке безумия. Нам не сказали, на чем основывается данное заключено. Этот немногословный отчет Ватикана об убийстве шуицарских гвардейцев только возбудил интерес к истории. Сначала итальянские газеты не знали, как им поступить. У них было лишь несколько строк из Ватикана. Вот тут-то и начались вопросы. То, что внешне выглядело как страшное убийство в одном из наиболее защищенных тайных обществ в мире, возможно, имело более серьезную политическую подоплеку. Ватикан представил Седрика Торне сумасшедшим алкоголиком, он был наркоманом, но на самом деле он был совершенно обычным швейцарским гвардейцем. Он был предан папе, он поклялся при необходимости пожертвовать своей жизнью ради папы, и он хотел стать телохранителем папы. Всем этим надеждам, которые он лелеял, суждено было остаться иллюзиями. Убитый начальник папской стражи похоронен. Другой оборот делу придает расследование журналиста Дэвона Джексона. Он обнаружил возможную связь между швейцарской гвардией, этой элитной армией, поклявшейся защищать папу и церковь, и тайным обществом из далекого прошлого, темплиерами. Рыцари, которые некогда защищали папу, были уничтожены папой. Говорит ли это расследование о возрождении тайного общества? Этот вопрос пока остается без ответа. И, подобно своим предшественникам, темплиерам, швейцарские гвардейцы старательно хранят свои секреты. Несмотря на давление со стороны публики, на желание людей узнать больше о причине убийств, Ватикан наглухо задраил люки. Он отказался от помощи, предложенной Министерством внутренних дел Италии и другими экспертами-криминалистами. Утром после убийства всех швейцарских гвардейцев собрали возле капеллы, и они поклялись хранить молчание по этому делу, даже если им что-либо известно об участниках происшествия. В то время, как из-за убийств гвардейцы попали под всеобщее пристальное внимание, их верность папе остается вне всякого сомнения. Во многих отношениях они также скрытны, как и сам Ватикан. Швейцарская гвардия секретное учреждение, как и все ведомства в Ватикане. Офицеры, солдаты швейцарской гвардии должны приносить клятву верности церкви, и это клятва подразумевает, что они всегда, при любых обстоятельствах, будут защищать интересы церкви. Хотя Дэн Браун в ангелах и демнах изображает швейцарскую гвардию как изощренную личную армию папы, эксперты имеют на этот счет другое мнение. Справедливее назвать швейцарскую гвардию забавой для туристов, бумажным тигром, а не реальной военной силой. Гвардия непосредственно связана с Ватиканом, поэтому есть мнение, что такие умелые враги, как темплиеры, могли проникнуть в нее уже много веков назад. Когда темплиеры сняли мундиры и смешались с остальным населением, они руководствовались целью незаметно занять властные должности, включая швейцарскую гвардию, включая тайные общества. По-видимому, они нашли себе применение во многих сферах человеческой деятельности. Всегда ходили слухи о секретной службе Ватикана. Но это не разведывательная система, которая, как известно, есть и в других западных странах. Это информационная сеть. Удивительная информационная сеть, потому что она основана на работе священников и всевозможных религиозных институтов по всему миру, которые направляют поток информации в Ватикан. Но в этой системе есть слабые места, одно из них — терроризм. Поэтому Ватикан вынужден опираться на информацию от ЦРУ, французских и итальянских секретных служб. Понаблюдав и пообщавшись со швейцарскими гвардейцами, я пришел к выводу, что они недостаточно оснащены для того, чтобы защитить Папу. Но, возможно, величайшая угроза для Ватикана исходит не от террористов. Что, если тайные общества проникли в саму церковь? Некоторые считают, что так и есть. И что денежный след может привести к новому убийству в Ватикане. Возможно, даже к убийству Папы. Для всех было бы очень полезно изучить скандал, связанный с ПИ-2, который произошел в Италии в 80-е во времена президентства Рональда Рейгана. ПИ-2 расшифровывается как пропаганда Дуэ, это название масонской ложи в Италии. Говорят, что ее финансировали испытавшие влияние иллюминатов швейцарские францмасоны из Цюриха. В Европе это была очень громкая история, а в Америке мы о ней практически ничего не слышали. Пропаганда Дуэ имела тесные деловые контакты с банком Ватикана, которым управлял уроженец Чикаго архиепископ Томас Марсикус. В конечном счете несколько высокопоставленных кардиналов и епископов стали членами масонской ложи ПИ-2. Итак, в 60-е годы 20-го века мы имеем тайную масонскую организацию, которая стала невероятно могущественной и распространила свои щупальца по всему миру. И ее членами стали более 121 иерарха. Мы говорим об архиепископах, епископах, кардиналах. К 1978 году новоизбранный папа Иоанн Павел I узнал о связях Ватикана с ПИ-2. Он начал расследование, но ему не суждено было дожить до его окончания. Связан ли с преждевременной смертью Иоанна Павла след, ведущий от тамплиеров к иллюминатам и от них к масонам? Историк Клайв Принц считает, что возможно преступление было совершено своими. Очень многие считали, что существовала некая группировка внутри церкви, внутри курии, внутри гражданских служб, если угодно, которая не хотела, чтобы этот человек был папой, так как он мог раскрыть множество финансовых скандалов, имевших место в то время. Через несколько лет после смерти Иоанна Павла Первого Ватикан оказался замешан в деле банка Амбразиано. Итогом этого значительного финансового скандала стала еще одна необычная смерть. Организация ПИ-2 хранила огромные суммы в банках. Как раз в это время банк Амбразиано, один из крупнейших банков Италии, который назывался банком Ватикана, разорился. Директора банка Роберто Калви нашли повешенном на одном из лондонских мостов. В его карманах лежали камни. Это было не простое повешение, а символическое масонское убийство. Правило масонов гласит, предатель должен болтаться в воздухе до начала прилива. И это было сделано. И на его теле нужно оставить знаки масонства, того самого общества, которое он предал. Отсюда и камни в карманах. В то время как в книге «Ангелы и демоны убийства Папы вымышленные», весь мир с ужасом наблюдал реальную попытку убийства Папы Иоанна Павла II, которую показали в прямом уфере по телевидению. Даже сегодня не решен вопрос, был ли это стрелок-одиночка или целый заговор. Попытка убийства Папы Иоанна Павла II в мае 1981 года на площади Святого Петра единственное покушение в настоящее время. Он был окружен сотрудниками службы безопасности Ватикана. За покушением на жизнь Иоанна Павла II стоял вовсе не стрелок-одиночка. Покушавшимся был Олег Джам, мусульманин. Но за ним предположительно стоял КГБ. Кроме того, в этом были предположительно замешаны болгарские спецслужбы. Стало ли причиной заговора против Папы Иоанна Павла II его твердая позиция против коммунизма? Был ли покушавшийся членом древнего тайного общества ассасинов, которое было связано с орденом темплиеров? Рональд Рейган и Иоанн Павел II заключили договоренность. Холодная война приближалась к концу, поэтому они хотели избавиться от коммунизма и от богословия освобождения, которое к тому моменту тушно расцвело в Южной и Центральной Америке. Рейган сказал, если вы поможете мне побороть коммунизм, я сделаю все возможное, чтобы сдержать развитие богословия освобождения. Это даст вам большой контроль над этими странами. Документально зафиксировано, что Рейган и Иоанн Павел II как глава Ватикана собирались принять конкретные меры для уничтожения коммунизма. Поэтому вполне логично, что Советский Союз был напуган и, возможно, обратился за помощью к болгарским спецслужбам, чтобы убрать Папу. Если и существовал заговор с целью убить Иоанна Павла II, Ватикан в соответствии со своими правилами секретности прекратил расследование. Произошел один инцидент. Сразу после покушения на жизнь Папы Иоанна Павла II в 1981 году итальянские власти пытались выяснить у церкви, что известно о попытке убийства, но церковь отказалась давать какую-либо информацию. В результате один итальянский государственный прокурор обвинил церковь в том, что она проигнорировала его запрос. Но под угрозой оказался не только Ватикан. Известно, что иллюминаты сумели проникнуть в масонские ложи и далеко за океаном, в процветающей Америке франк-масоны очень стремительно и с большим успехом занимали высшие позиции в правительстве Соединенных Штатов. Если говорить о президентах Соединенных Штатов, то проще сказать, кто из них не был масонным. Джордж Буш, Делано Рузвель, Гарри Трумэн, Рейган. Можно перечислять и дальше. Почти все президенты США были франк-масонами. Интересно подумать о том, кто был и кто сейчас является франк-масонами. Астронавт Бас Олдри, Джон Уэйн, Боб Хоуп или В.С. Филлз, люди, на которых и не подумаешь. Интересно, какая польза им быть масонами. Это своего рода братский союз, в котором франк-масоны бывают и конфликтуют. Франклин Рузвель добился самого высокого положения в братстве масонов и продолжал совершенствоваться в этом отношении. Джеральд Форд стал президентом во многом благодаря случайности. Многие масоны считают, что около трети президентов Соединенных Штатов были франк-масонами. При Франклине Рузвельте было внесено небольшое изменение в однодолларовую банкноту, что, по мнению некоторых исследователей, свидетельствует о появлении в США могущественного тайного общества. В своей книге Дэн Браун упоминает масонские образы, присутствующие на однодолларовой банкноте, и это вполне справедливо. Масонские образы изображены на большой печати. Это, например, стрелы и оливковый ветвь. Вот всевидящее око познания, оно расположено наверху пирамиды, но отделено от нее. И это символ иллюминатов, говорящий о том, что только им доступно это знание, а мы все остальные находимся здесь, в нижней части пирамиды. Министр финансов Генри Уоллес, который, по мнению Саймона Кокса, был франк-масоном, добавил на большую печать Соединенных Штатов масонские символы. Он же добавил и эти пугающие слова. Слова «Novus Ordo Seclorum» переводятся как «Новый мировой порядок». Масоны называют нового бога «Великим Зодчим». Мы имеем новый мировой порядок прямо здесь, на долларовых купюрах, а большинство людей об этом не подозревают. Долларовая банкнота возможна лишь одной из доказательств того, что тамплиеры, пройдя через братство иллюминати, и теперь через франк-масонство, проникли в правительство величайшего свободного государства в мире. Мемориал Джорджа Вашингтона обелиск, который был создан по правилам египетских сооружений, и имеет то же значение. Изначально обелиски предназначались для бога Азириса, но потом стали символизировать любого бога и его силы. Весь облик Вашингтона был задуман в русских религиозных архитектурных традициях. Здание Капитолия, Белый дом и мемориал Джорджа Вашингтона – самые важные творения. Самым ярким доказательством влияния иллюминатов стала Билдербергская группа, которую многие считают самой могущественной группой в мире, которая, возможно, контролирует мировую экономику и даже правительство. Билдербергская группа появилась на мировой арене в 1954 году. Ее основал еще один франк-массон, принц Бернард, потомок династии Мэри Винчи. Он был принят нацистами. Члены группы начали собираться в Нидерландах, в отеле Билдерберг, поэтому они и стали называться Билдербергской группой. На одном из собраний группы Дэвид Рокфеллер, этот величайший кукольник, который дергает за веревочки мировых лидеров, предложил создать особую комиссию, и впоследствии она стала называться трехсторонней комиссией, а это невольно напоминает о трех вершинах пирамиды. Целью Билдербергской группы было создание единого европейского пространства, начиная с единого рынка. Теперь Европейский Союз существует и безуспешно пытается заставить входящие в его состав государства одобрить Конституцию, после чего правительства европейских стран будут вынуждены подчиняться огромной надправительственной организации под названием Европейский Союз. Чиновники станут управлять всей Европой, границ не будет. Вот вам власть меньшинства над большинством. Билдербергская группа очень многое хранит в тайне. Она скрывает от посторонних, что происходит и решается на советах трехсторонней комиссии. Они хотят переделать мир в соответствии со своим видением. Они считают, что знают, как будет лучше для всех. И эти черты позволяют нам соотнести их с новым мировым порядком, с возвышающимся над пирамидой глазом, с масонскими традициями. В конце романа «Ангелы и демоны» Ватикан спасен. Но продолжается ли и по сей день борьба церкви и науки? Меня спрашивали, кто победил в борьбе между церковью и иллюминатами. И мне трудно сказать, это вечный конфликт. Об этом не пишут в газетах или журналах, не говорят с экрана телевизора. Но если вы хорошенько присмотритесь к этой ситуации, я думаю, вы увидите, что церковь слабеет, что в политике возрастает хаос, а в корпоративной сфере усиливается контроль. Поэтому я должен признать, что в данный момент иллюминаты лидируют. Церковь всегда боролась с наукой, несмотря на то, что церковники опоздали на 4-5 веков, они решили простить Галилея за то, что он называл Солнце Центром Вселенной. Сегодня они бы снова убили Галилея или посадили его в тюрьму. Они бы снова сожгли Джордана Бруно на костре, как сделали тогда, если бы это сошло им с рук. Просто они знают, что им это с рук не сойдет, и поэтому вынуждены выбирать другие методы. Их надежда, их план, их стратегия в том, чтобы поддерживать ситуации, в которых воцарится хаос. Иллюминаты все еще обладают властью над тайными обществами. Борются ли они до сих пор за новый мировой порядок? Это противостояние, эта война за управление планетой длилась очень долго. Как вести такую войну? Но в конце концов, кто же победит? Проливая свет на ангелов и демонов. Мэр на ангелов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok